У меня сегодня день готовки. Решила сварить такой легкий вермишелевый супчик с домашней куриной грудкой. Полкурицы я покупала на рынке домашней курицы. Не суповая, а такая обыкновенная. На топленом масле обжариваю две маленькие луковички и замороженные морковки. Нарезала грудку от натопленной маслицы обжариваю. Сейчас почищу картошечку. Закипячу воду в чайнике, чтобы была горячая вода. И если сейчас немножко припустится лук и морковка, отправлю туда грудку. Немножечко так обжарю и залью потом все кипятком. И останется добавить потом картошку, лапшичку и зелень. Мясо немножко припустилось. С луком и морковкой изливаем кипятком. Сейчас еще закипячу. Посолим. Сейчас я вскипячу и залью еще. Прибавляем огонь. Пусть закипает. Закипает у меня вода. Добавила я сейчас из чайника. И закладываю 4 картошечки маленькие, небольшие. Наши сдачи с кроспелочкой. Закладываю картошку. Сейчас попробую на соль. У меня Иванович, он без супчиков не может. Ему надо горяченькое. Как он говорит, горячее один раз в сутки должно быть в желудке. Он вот и на севере работал, когда он сам себе там готовил. У него всегда супчики были. Сейчас попробуем. Мало, наверное, посолила. Еще добавлю сольки. Пусть картошечка варится. Соль какая-то несоленая. И сейчас достану вермишельку. В конце варки мы положим укропчик замороженный. И не буду я ловушку класть, не хочу что-то. Укропчик и вермишельку. Легкий супчик будет. Можно будет супчик потом вареное яичко еще дольчику положить. Половинку яичка вареного. Так, дорогие мои, уважаемые зрители. Вчера я пекла сочники. Нашла рецепт тоже в интернете. Я вчера его испробовала. Сегодня, так как у меня осталась сметана деревенская, творог есть. Но хочу продублировать, потому что сочники все съели. Так как у меня всего два яйца, в рецепт идет два яйца, но нужно будет еще желтком смазать сверху сочники. Но у меня уже не получается. Придется, наверное, смазать молоком, что ли. Так, с чего мы начнем. Здесь вот у меня пачка масла. Здесь 180 грамм. Мне нужно 100. Но не страшно будет. Я чуть больше половинки вот так возьму. Мягкое масло должно быть. И здесь у меня 3 ложки столовых сахара. Нам нужно это культурно размять. Смотрите, у меня мой кошачий язычок сломался. Буду мять, пока совсем не оторвется. Жалко. Услужил он мне. В тесто мы положим 2 столовые ложки сметаны. У меня вот деревенская. Ее надо съедать быстрее. Мариночка, я знаю, что ты меня смотришь. Сметана супер, творог супер. Еще хочу. Если будет возможность. Позвони мне, пожалуйста. Так. Разрыхлитель. Так. Одну вторую чайной ложки. Разрыхлитель. Так. Немножечко соли возьмем. Ну сколько я не знаю. Смотрите. Вот столечко. Яйцо. Еще разтираем теперь. У кого есть миксер, можно миксером. А я уж теперь даже убрала вот его отсюда, с подоконника. Раньше прям раз, он здесь у меня в легкой доступности был. Раз, раз, раз. А сейчас мне его даже вот с кладовки тащить неохота. Я уже теперь и хлеб руками замешиваю. Так. Вот такая вот жижица готова. Берем 300 грамм просеянной муки. Просеянной. Здесь у меня 300 грамм просеянной муки. И вот это все мы смешиваем с мукой. Замешиваем быстро-быстро-быстро-быстро-быстро тесто. Сильно мы его там не растираем, не затираем. По рецепту положено убрать это тесто на час-на два в холодильник. Но я не убирала, так как ко мне вчера дети должны были прийти. Мне надо было все по-быстрому сделать. И ничуть не хуже получилось, я вам скажу. Тесто вообще пальчики оближешь. Вот. Сейчас я одену перчатки, потому что рукой буду месить. Так, девочки, пришло время засыпать нашу лапшичку, вермишельку. Так и называется вермишелька. По вкусу попробовала. Сейчас бульончик вкусненький. Так, сейчас мы чистую ложку возьмем. Так, и будем смотреть, сколько нам нужно сюда на кастрюлечку. Чтобы не переборщить. Наверное, у меня эта ложка десертная. Четыре ложечки, я думаю, нормально. Прямо чуток мы сейчас это поварим. Прямо чуть-чуть, прям до конца. И в конце мы положим укропчик. Прямо чуток. Прямо чуток. Прямо. Прямо. Чуток, я не хочу. Прямо чуток. Малышку. Прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И все, легкий супчик для желудка готов Видите, картошечка целенькая, кусочки мяса и вермишель Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, и яйцо Все, размешиваем Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю Дом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляю Придется творога поменьше вложить, потому что жидковат. Не совершайте моих ошибок, если видите, что творога мало, положите один желток. Ну вот так вот выглядит. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, девочки, как у меня получилось. Сверху смазывала я чуть молочка и сметану, где я венская намешала. Не знаю, что будет. Вместо яйца и посыпала сверху кунжутом. Так, ставлю в разогретую духовку. Разогреваю, прям включила сейчас духовку. Ставлю таймер. Давайте на 15 на большом огне. А потом будем смотреть, будем убавлять. Вот здесь я вам сейчас покажу, что у меня получилось. Посмотрите, какая красота. Два окунька с лимончиком, оливковое масло, баклажаны запеклись. Как самостоятельное блюдо можно есть, просто рыбку и баклажаны. Сочники простояли 25 минут. 15 минут на большом огне потом я убавила. Ну посмотрите, конечно, раскрылись, но творог не убежал. Но все равно вместе исправлять будем ошибки, да? Мы берем сахарную пудру и посыпем сверху. Так что, девочки, вы поняли, это жидкий творог, значит от на желточек кладите без белка. Всем, девочки, приятного аппетита! Заварила себе чайок, будем пробовать сочники. Спасибо. Спасибо.